Всем известно, что в старину девушки носили украшения как обереги. А чего оберегают современные девушек украшения? Узнаем у Екатерины Кузнецовой. Здравствуйте, Екатерина. Доброе утро. Так от чего же такие красивые вещи оберегают? Я думаю, что современные украшения, скорее всего, не оберегают, а привлекают внимание и дарят восторженные взгляды не только обладательницам украшений, но и всем окружающим, кто бы хотел так или иначе выделиться из толпы. То есть оберегают от невнимания. Да, можно и так сказать. Что будем делать сегодня? Я вижу зеленый цвет. Это очень красивый, яркий цвет энергии, цвет природы. Один из актуальных оттенков этого сезона – изумрудный. Он сейчас присутствует в различных оттенках, поэтому мы просочетаем его в сережках, в модели вечерней моды. То есть в таких можно серьгах выйти на какой-нибудь праздник, либо на торжество, быть в центре внимания, опять же, где-то на балу, на выпускном вечере. То есть очень-очень разнообразно. Я, если честно, могу и в свет надеть, когда захочется приукрасить свое, наверное, настроение. То есть они уместны? Да, они уместны будут в любом случае. Самое главное, чтобы это было вам комфортно и вы чувствовали себя в них великолепно. Вот-вот, самое главное – уметь их носить. Да. С чего вообще начинается вот это колдовство над серьгами? Мы должны с вами подготовить основу. Я беру обычный фетр, достаточно такой плотной жесткости. Ну, это еще войлоком можно назвать прессованным, да. Ну, и нам, естественно, потребуется с вами лекала. То есть вы можете создать любую форму сережек, такая, какая вам понравится. Ну, и, соответственно, подальше продумать наполнение, непосредственно оформление сережки такой, какой бы вам хотелось. То есть кто-то любит более минималистично, кому-то хочется пообъемней. Но самое главное – учитывать при ношении сережки, чтобы она у вас держала центр, чтобы не перевешивала, не отлипала от ушка. Здесь нужно будет, если вы будете фантазировать дома самостоятельно, то есть нужно будет где-то попробовать, примерить, посмотреть, чтобы у вас все сидело красиво. Это тогда, когда мы уже придумали замысел. Как вообще рождаются замыслы? Или это все в процессе работы происходит? Или вы начинаете волшебничать, не зная, что получится в результате? Ну, вообще, я не художник, в принципе, от руки имеется в виду, но художник в голове. То есть я хороший колорист, и поэтому мне больше нравится работать тактильно. То есть я люблю брать вот прям изделия, да, какие-то камешки. Могу это все повыкладывать, посмотреть, то есть как оно будет формироваться. То есть есть различные модели. Ну, тут, наверное, я всегда подключаю фантазийность. И мне нравится именно вот создавать, знаете, как в песочнице, да, лепить куличики. То есть первоначально вы все-таки выкладываете хотя бы какую-то форму, да? Да-да-да, с пониманием того, что как бы что бы мне хотело. А потом добавляете, наверное, в основных камней. Да, да-да-да-да-да. То есть здесь уже в процессе, мы даже когда с вами уже под конец пойдем, я вам покажу, что уже на созданные сережки можно добавить вкрепление бусин, когда чего-то будет не хватать, например. Замысел есть, основа есть. Что дальше? Значит, когда мы с вами определились с формой нашей сережки, она может быть квадратная, ромбовидная, не знаю, треугольная, асимметрная. Сейчас очень модно на третий сезон серги моносерги, когда у вас одна объемная, вторая минималистичная. То есть здесь тоже можно, например, в процессе сделать одну со стразной лентой, да, а вторую, например, не делать, и будет тогда тоже моносерги. То есть девчонки любят, как говорится, экспериментировать. Вот, да, после того, как мы с вами начертили форму, да, на основе, то есть мы ее выстригаем. Для новичков можно сделать пяльца, и на пяльца нашу основу положить, приклеить, либо пришить, да, чтобы у вас было полотно. Я все-таки уже привыкла держать все в ручках, то есть мне нравится вертеть, вот, и пальчиками я натяжение полотна создаю самостоятельно. Что следующее нам потребуется? Нам потребуется мононить, я работаю на двадцаточке, ну и, соответственно, тоненькая иголочка, которая будет у нас хорошо пропускать через себя бисер. Вот, если сказать, например, за рабочую составляющую, то есть я ниточку всегда беру, свободный ход ручки, да, то есть чтобы мы могли шить, как бы, и поскольку монониточка, она так барашком крутится, чтобы не завязывалось узелочков. Мы немножко изменим концепцию, то есть, да, здесь в готовом варианте сделаны серьги зеленые с серебром, мы сделаем с вами зелененькие с черным, вообще такой более вечерний вариант. То есть начинается наше изделие сверху, с верхнего основания, то есть нам нужно взять, нужно взять три каплевидные бусинки. Как мы начинаем? Мы делаем с вами закреп. Закреп это, ну, я обычно называю три раза, шьем туда-сюда и получаем... И поэтому узла не нужно. Да, 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 и получаем наш закреп, и это, в принципе, я делаю в начале процесса, когда начинаю, в конце процесса, когда ниточка заканчивается. Теперь берем нашу капельку, пронизываем через отверстие и пришиваем. Пришивать будем каждую бусинку на два раза. Первый раз, получается, когда мы там ее притягиваем, то есть смотрим по примерное расположение, и, соответственно, на второй раз пришиваем аналогично. То есть мы всего два раза ее пришиваем? Да. Проходим? Достаточно. Проходим два раза, да. Таким же способом мы пришиваем вторую бусинку. То есть мы будем немножко расходиться веером в разные стороны. Сначала слева, потом справа. Сколько мы пришьем таких бусин? Три. Три бусины пришли? Да, три наверх. И вот так вот у нас получилась шапочка нашей сережки. Следующий этап, который нам потребуется, нам нужно взять будет большой камень и положить его, получается, по направлению нашей сережки. То есть у нас один камешек левого ушка смотрит в одну сторону, правого ушка в другую сторону. Как определить серединку, например, да, то есть сразу у нас идет в цапах. Можно, например, определить по одной из цап, да, чтобы с капелькой совпадала наша линия вниз. Мы ее еще и наискосок положим? Да, мы ее положим наискосок, чтобы была композиция достаточно такая интересная, где-то немножко асимметричная, то есть примерно будет вот в таком формате. Ну что, теперь мы с вами приступим к креплению нашей стразы. Если сложно сразу шить на руках, можно воспользоваться клеем. Он прозрачный, и в моменте работы, как бы, мы маленькую капельку наносим. А потом снова пришиваем? Да, в любом случае будем пришивать, потому что камни тяжелые, они не будут держаться на основе. Даже мы сейчас вот в процессе пришивания, когда будем, она все равно так или иначе немножко будет отклеиваться, то есть она не будет прям... Просто для комфортности можно прикрепить, чтобы было удобнее. Мы через специальное отверстие в цапах прошиваем точно так же на два раза каждое отверстие. А там уже два отверстия у нас? Да, то есть можно вот посмотреть. В каждом, в каждой цапе всегда два отверстия. Мы пришили с вами основную центр нашей сережки, и теперь будем также веером украшать верхнюю часть серьги. Для этого нам потребуется разной формы и цвета бусины, при этом уже используя бисер, чтобы наши бусинки так или иначе как бы стояли, получается. Мы их не на ребро кладем, а чтобы они в стоячем положении были. И точно так же пришиваем два раза. Первый раз. Это мы ее садим, нанизываем. То есть смотрим, где она будет сидеть. И второй раз уже пришиваем основательно. Дальше мы с вами набираем три бусинки, и выкладываем их поверх вторым рядом нашего веера. Да, там будет даже мы с нами где-то, может, и третий быть, чтобы оно вот, видите, такой узор создавало. И объем сразу. И объем, и груда, страз, и бусин, чтобы это все блестело, все как любят девочки. Вот. И точно так же, когда мы сделали с вами веер, мы после этого в каждую бусинку вторым кругом уже по отдельности пришиваем. Ну вот, у нас, видите, уже верх сережечки готов. Сейчас будем потихонечку переходить на низ. То есть мы точно так же берем нашу большую стразину в виде лепестка. Когда я шагаю далеко иголочкой, я обязательно делаю закреп, чтобы не было перетяжки с изнаночной стороны, чтобы когда ниточку тянула, она выходила у меня с той точки опоры, где я шагнула последний раз. И точно так же на два раза мы пришиваем наш камень. Серги, наверное, сложно. Единственное, чем создавать, это когда мы сделали одну, нужно будет повторить вторую. И так, чтобы они были... И не уйти в свои фантазии. Дальше, да. И чтобы они совпадали, да. Поэтому можно, вот кто для начинающих, как раз-таки пробовать делать моносережки. То есть это и актуально, и, в принципе, как художник, можно все свои какие-то нюансы, неточности именно обыграть. Аправда симметрии, да. Можно и так сказать. Ну и что теперь, после того, как пришита наша центральная основная часть, мы точно так же веером будем и слева, и справа украшать. Для этого возьмем бусину. Можно достаточно такого большого размера, чтобы она выделялась. То есть, поскольку у меня дизайн уже разработан, да, то есть размеры бусин подходят идеально. То есть мне нужно будет вымерять, смотреть. Вы в процессе, когда будете создавать, вы, конечно, занимаетесь подборкой. Ну, то есть пробуйте, размещайте. Вообще, наверное, одно из самых сложных – это процесс создания. То есть нарисовать, придумать, понять, что тебе нравится этот эскиз, после чего уже делать наполняемость. Но иногда бывает так, что не все с первого раза получается. И иногда можно неделями сидеть, вытворять. Вот, но при этом может что-то пойти и не так. То есть эскиз сделали, потом выложили из бусин обязательно, да? Да, попробую. Чтобы посмотреть, как это все будет уже в бусинах выглядеть. Да, да. И, возможно, здесь будут какие-то сюрпризы, и придется что-то менять. Да, бывает и такое. И с обратной стороны, с другой стороны сережечки, тоже делаем наполняемость. То есть сейчас уже пойдут более мелкие бусины? Ну, здесь просто, опять же, поскольку камень стремлением идет сюда, и он крупный, то здесь легче заполнить что-то поменять уровней, чтобы не было, да, выпирающих элементов. Здесь у нас более свободные места. Здесь можно наполнить именно крупными бусинами. То есть здесь, по идее, когда мы будем смотреть, вот, да, визуально, если посмотреть, то мы так или иначе наш овал повторяем. То есть у нас нет какого-то, да, смещения. То есть здесь она такая достаточно симметричная серега. Так, теперь подключаем нашу фантазию. То есть нам понадобится с вами стразная лента. Здесь тоже выбираете любого цвета. Да, нам, как в данной композиции, изумрудные здесь, поскольку мы взяли, пусть будет черные, да, чтобы оно было продолжение. Вот. Длину нашей стразной ленты вы выбираете любую. Мы ее тоже будем пришивать? Да. Я выбрала, подготовила заготовочки заранее. она будет под длинной, коротенькой. То есть все, что будет от ушка, это будет длинная, все, что ближе к лицу, на коротенькую, чтобы подчеркивать силуэт нашей шеи. И вообще-таки серги очень красиво смотрятся с декольте, с открытым. Можно снова взять маленькую капельку клея, так, чтобы этого не было видно, но в процессе, да, и просто, как бы, если бы мы приметали, то здесь можно чуть-чуть приклеить и посмотреть, как оно будет у нас с вами на изделии смотреться. Видите, у нас уже вырисовывается с вами сережечка. Но мы еще пусины какой-то внизу пристроим. Да, сейчас обязательно мы это пришьем и завершим наш овал, чтобы это не было пустым. Итак, у нас готова лицевая сторона. Екатерина, что дальше? Это же еще не все? Да, теперь нам с вами нужно будет закрыть нашу изнаночную сторону, прикрепить каркас жесткости нашей основы сережки и, соответственно, прикрепить застежечку. В данном случае мы используем английскую. Она достаточно комфортна будет при носочке. Вот так вот она у нас с вами будет выглядеть. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть в готовом изделии. Получается, мы с вами приклеили каркас, приклеили основу и вот наша застежка будет уже в рабочем положении на нашей сережке. Замечательно. Спасибо огромное, Екатерина. Замечательные серьги просто мечта хозяйки Медной горы. Если вы хотите также сделать такую красоту своими руками, то, пожалуйста, попробуйте, не отказывайте себе в этом. Берите в руки бусины, нитки и творите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова